добрый день начинаем очередной вебинар из серии вебинаров моя профессия трейдер в повторении предыдущих вебинаров я вначале немного вернусь к прежним темам и начнем сегодня изучать именно само понятие золотой крест как он выглядит как он интерпретируется и как читать данные для совершения успешных сделок и так в продолжении темы понятие золотой крест имеет как графическое так и смысловое выражение на основное понятие смысловое торгуем любом направлении с прибылью самом понятие торговать с прибылью включает много трейдерских терминов таких как локальный экстремуму цены high low размах цены или рейндж цены ценовой канал флэт или тренд ценовые уровни от которых шло образование локальных экстремумов вид ценовых уровней то есть наличие так называемых пробойных баров или баров которые называются шпильками выходят за пределы ближайшего размаха цены саму торговую систему золотой крест я строил на индикаторах торговой платформы мт4 и и впоследствии понятие золотой крест стало торговой системой графический вид цены по показаниям индикаторов то есть понятия золотого креста видно вот на этих скринах то есть золотым крестом называется пересечение группы индикаторов ценой в любом направлении торгуем с прибылью то есть или вниз или вверх то есть пересечение цены и индикаторов торговой платформы образуется пересечение так называемый золотой крест крест в этом случае золотой крест я впоследствии покажу на терминале на продажу закрытие позиции во флетовой зоне или при развороте то есть применяя сочетание запаздывающих это так называемый аллигатор и опережающих индикаторов разные настройки индикаторов опережающий абсолют опережающим абсолютным индикатором всегда является цена это основной индикатор ценовой все индикаторы показывают на некотором историческом периоде отношение к нынешней ситуации с учетом некоторых исторических данных то есть в этом случае я говорю о канале о канальной стратегии канал может быть флетовым или наклонным то есть всегда флетовая зона близка к горизонтальному виду индикаторы также выстраиваются в горизонт затем цена пересекает существующий ценовой уровень в любом направлении или вверх или вниз то есть пересечение флетовой зоны также является понятием золотого креста само пересечение поэтому торговая система может применяться на любом таймфрейме для удобства распознавания последующего движения цены выставления стоп лоссовых и тейк профитных позиций осуществляется по условиям прежнего размаха цены поэтому всегда в торговой системе в практике я применяю два таймфрейма минимум для открытия позиции то есть на большем таймфрейме я обнаруживаю зону флетовую размах цены повторение истории совершается в текущей цене то есть цена по евро сейчас находится во флетовой зоне это видно и на четырехчасовом графике и на 15 минутах то есть это прежний ценовой уровень от которого происходил разворот цены таким образом прежде всего необходимо определить флетовую зону то есть ту зону где цена наиболее долго останавливалась эта флетовая зона может формироваться в течение некоторого периода времени временной фактор временной фактор является таймфреймом понятие таймфрейма в этом случае нужно распознавать более широко то есть формирование и цены во времени на 15 минутках это может быть интродейная торговля на более длительных периодах так называемая торговая сессия это полная пятидневка определяется флетовый канал в частности на пятнашках это видно тихоокеанская австралийская сессия движение на европе и выход на америку то есть каждый раз для более удачного открытия позиции я всегда применяю как минимум два таймфрейма отсюда появляется следующее понятие вложенные таймфреймы если на большем таймфрейме анализ рынка и текущего движения цены определяется прежняя ценовая зона на более коротком таймфрейме цена находится в пределах этой зоны то понятие таймфрейма включает понятие золотого креста то есть в каком направлении цена может двигаться в этом случае применяется пробойная стратегия торговля от уровней то есть открытие ордеров отложенниками или вход по рынку в дальнейшем выставляя за стоп лоссы тейк профиты высчитывается возможное движение цены таким образом если флетовая ценовая зона то соотношение профит к лоссу всегда должно быть больше чем один к двум с половиной то есть стоповая позиция один профитная позиция два с половиной не ниже почему чем ближе соотношение стоп лосса к тейк профиту то есть один к одному тем больше вероятность многократного переоткрывания закрывания позиций и это приводит к уменьшению депозита трейдера прошу вопросы по этой части вебинара золотой крест может быть определен на любом таймфрейме то есть три позиции может быть флет или коррекционный ценовой уровень канал и тренд то есть разворот цены к следующему ценовому уровню это всегда золотой крест то есть это можно золотой крест можно определить как на максимальной цене это видно на примере на скрине пересечение ценой основной индикатор абсолютный индикатор запаздывающих индикаторов подтверждающие сигналы по индикаторам на продажу индикаторы находятся в зоне перегретого рынка перекупленного и образуется золотой крест на продажу то есть на локальном экстремуме цены это бухай цены то же самый крест наблюдается на локальном экстремуме по лоу цены сигнал на закрытие позиции или на открытие противоположной позиции во флетовой зоне при определении размаха цены применяется стратегия торговли на пробой флетового ценового канала то есть это может быть продажа от хай или лоу предыдущей сессии то есть сессионная торговля таким образом золотой крест определяется и по локальным экстремумам цены хай лоу и по флету то есть выход из коррекционного канала это подтверждено и на большем таймфрейме 4 часа и на меньшем таймфрейме 15 минут сейчас я переключусь на торговый терминал и по текущему состоянию рынка и цены покажу определение по индикаторам торговой платформы МТ4 формирование золотого креста покупка продажи выход из коррекционной зоны на нескольких инструментах и различные стратегии работы именно по рынку и так теперь понятие золотого креста именно на торговом терминале трейдера стандартная платформа МТ4 индикаторы торговой платформы МТ4 немного модифицированные но в частности я покажу на стандартных и на модифицированных индикаторах индикаторах торговой платформы само формирование золотого креста от экстремумов цены от хай или от лоу выход из флетовой зоны расчет позиции трейдера и непосредственно каким образом и на каких таймфреймах удобнее всего рассчитывать возможное следующее движение цены значит здесь находятся параболики находится аллигатор и находится немного ускоренный мувинг который показывает формирование красной зоны это цена сейчас я увеличиваю для лучшего понимания на большем таймфрейме то есть формирование ценой пересечения абсолютный индикатор индикаторов торговой платформы то есть программ которые обсчитывают на историческом отрезке времени прежнее состояние цены таким образом цена может формировать золотой крест от локальных экстремумов хай и от лоу при пересечении ценой запаздывающих индикаторов и образуется так называемый золотой крест это видно от хай и от лоу затем золотой крест как понятие также является выход цены на следующий ценовой уровень на сокращенном графике это хорошо видно то есть мы определяем наиболее часто повторяемую ценовую зону по индикаторам определяем возможное движение цены то есть формирование пиков локальные экстремумы флетовая зона то есть сама цена как индикатор для лучшего понимания сейчас я включу график без индикатора то есть только цена на графике то есть пересечение цены какого-то ценового уровня также относится к понятию золотого креста здесь видно формирование внутренних баров так называемых то есть цена не проходит ни вверх ни вниз видна флетовая зона и последующее возвращение цены в эту флетовую зону то можно говорить о том что цена совершив некий хай совершила коррекцию и вернулась во флетовую зону то есть это понятие трижды золотой крест от локальных экстремумов хай от локального экстремума лоу и флетовая зона то есть это обобщенное понятие которое включает три варианта работы трейдером по условиям золотого креста на текущий момент также видно что цена как основной индикатор снова входит в флетовую зону таким образом для того чтобы завершить прибыльную сделку рассчитывается возможное будущее движение цены если здесь это все относится к понятию внутренних баров стоповая позиция по отношению стоп лосс тейк профит видно что лоу 30 1.30 по евро это практически лоу американской сессии соответственно при открытии позиции отложенным ордером необходимо рассчитывать возможный профит следующая ценовая зона по лоу цены или по хай цены то есть поскольку здесь флетовая зона очень широкая то предпочтительно входить отложенными ордерами даже по предыдущему четырехчасовому бару от лоу бара на продажу или на покупку то есть сейчас она находится во флетовой зоне если вопросы будут задавайте пожалуйста в чат с м в и в и И на примере торговой платформы, и как само понимание торговой системы Золотой Крест, я рассмотрел на абсолютном индикаторе на самой цены, как сама цена формирует три позиции Золотого Креста. Это от локальных экстремумов в хай или лоу, и от флетового канала. То есть, таким образом, эта торговая система может быть применена для торговли на любом таймфрейме. Для более успешной торговли по этой системе необходимо трейдеру иметь два графика разнопериодных. Это на примере четырехчасового графика и на примере 30-минутного графика. Для более точного входа в рынок желательно иметь хотя бы четырехчасовой график, определять локальные экстремумы и флетовую зону, а на меньшем таймфрейме открывать позицию. Теперь переходим к так называемой торговле по индикаторам. Я переключусь на рабочий терминал трейдера и на примере индикаторов торговой платформы покажу, как можно пользоваться торговой системой Золотой Крест даже без опоры на цену. То есть, возможно, торговля чисто по ценовым зонам, локальные экстремумы, high, low, flat, и, возможно, торговля чисто по индикаторам, без опоры на цену. Но это более опасный вид торговли. Почему? Потому что на предыдущих вебинарах я рассматривал так называемые дивергенции, конвергенции, накопленные дивергенции, скрытые дивергенции и конвергенции. Выход в следующую ценовую зону. На таймфрейме 4 часа Я сокращаю именно зону с представленной ценой и показываю чисто индикаторы сейчас. То есть, это индикаторы с разными настройками. Каждая точка на индикаторе определяется как законченный цикл. Таким образом, сравнивая самый медленный индикатор темным цветом Более светлый Это индикатор с другими настройками Индикатор, как всегда Имеет некоторые параметры заданные Это видно на примере индикатора RSU и модифицированной RCI И сам его вид То есть, каждая точка на индикаторе это законченный таймфрейм В данном случае это 4-х часовик То есть, таким образом, если мы имеем размах индикатора Это локальный экстремум цены по low Минус 83 Имеем локальный экстремум по high 117 плюс И имеем так называемую Реперную зону или нулевую линию В общих чертах Еще что можно сказать Что если Индикаторы Начинают формировать По локальному экстремуму По high Все более низкие пики На примере Темно-зеленого индикатора То можно говорить о том Что рынок готовится к развороту То есть, можно определять Отношения Между индикаторами Их показаниями Между ценой и индикаторами Открывая окно с ценой Мы наблюдаем Так называемую Конвергенцию Конвергенция Это согласованное движение Цены И индикаторов Значит, в чем это выражается? Снижается показание индикатора И снижается цена Но Снижение индикаторов Более значительно выражено Нежели чем снижение цены Но в любом случае Для более простого понятия Конвергенции Дивергенции Я Подключу индикатор Который Наглядно демонстрирует Именно так называемые Дивергенции Конвергенции Скрытые и накопленные И последующее движение рынка Дивергенции Очень часто Образуются Во флетовой зоне То есть в зоне В которой Цена разворачивается И Дальнейшее поведение цены И индикатора То есть эта зона Определяется Как зона От реперной нулевой линии Разворот рынка Возвращение К реперной линии К нулевой линии И дальнейшее Движение цены Соответственно Золотой крест Определяется И на цене И на индикаторах Таким образом При наличии Рассогласования Движения цены И индикатора Это всегда Дивергенция Можно говорить о том Что рынок Готовится к развороту Для этого Мы определяем Ценовой канал И дальнейшее Поведение Индикатора По отношению К цене На примере Аллигатора Я личные Идикаторы Сейчас уберу Чтобы было легче Понимать И покажу Каким образом В этом случае Как я уже указывал Расчет позиции Стоп лосс Тейк профит Должен находиться В соотношении Не меньше Чем 1-2,5 Чем ближе Соотношение 1-1 Стоп лосс Тейк профит Тем Больше Вероятность Сливания Депозита Особенно Во флетовой Зоне Поскольку Рынок Готовится К развороту И пробует Следующий Ценовой Уровень То есть Движение Рынка Таково Что Цена Всегда Ищет Возможное Дальнейшее Движение Дальнейшее Движение Очень часто Совершается При устойчивом Рынке Предыдущим Ценовым Зонам И в данном Случае В случае С евро На 4-часовом Графике Рассматривается Состояние Индикатора Индикатор Показывает На 4-часовом Графике Что Евро Находится В зоне Когда можно Открывать На покупку То есть Подход К нулевой Линии Креперной Линии Я ее Более четко Обозначу При превышении Индикатором Нулевой Линии По Торговой Системе Торгуем По МАКТ Выше Нулевой Линии Покупки Ниже Нулевой Линии Продажи Но поскольку Цена Находится Не сформировал Индикатор По отношению К самому себе Последующих Максимальных Экстримумов По Лоу И по Хай На Истории Определяется Как Состояние Цены Во Флетовом Канале Рассчитывается Возможная Позиция Что-то Со Связью У меня Включена Кнопка Говорить А Меня Почему-то Слушатели Не Слышат Я Попробую Сейчас Переподключиться Итак Продолжаю То есть Мы Рассмотрели Ситуацию Когда Формируются Различные Фигуры Графическая Торговля И то Как это Графическая Торговля Или графический Вид цены Выражен В торговой Системе Таким Образом Золотой Крест Это Состояние Так как Торговая Система Когда Рынок Выходит От Локальных Экстримумов Хай Или Лоу Или Проходит Через Флетовую Зону Конечно Во Флетовой Зоне Трейдеру При Расчете Позиции Не менее Чем Один К Двум С Половиной Часто Приходится Завершать Перезаходы Или Если Работают Так Называемые Автоматы Автоматическая Торговля Или Механические Торговые Системы То в этом Случае Во Флетовой Зоне Очень Часто Возможен Слив Депозита Из-за Того Что При торговле По механике МТС Система Система Совершает Очень Частые Перезаходы Как раз В тот Момент Когда Рынок И Цена На Рынке Идет К Следующей Ценовой Зоне Но Пока Находится Во Флете Это Понятно Если Есть Вопросы Прошу Задавать В чат Тогда Переходим Именно К Анализу Торговой Системы По Нынешним Ценовым Уровням На Примере Различных Инструментов Я Иногда Повторяюсь Для Более Четкого Определения Понятий Что Эта Торговая Система Построена На Определении Дивергенции Конвергенции Дивергенции Конвергенции Как уже Было Показано Являются Могут Быть Накопленными Или Скрытыми В этом Случае Каждый Раз Мы Определяем Локальные Экстремумы Цены High Low Рейндж Цены Размах От High К Low Ценовой Канал В каком Состоянии Находится Рынок Во Флете Или В Тренде Определяем Ближайшие Ценовые Уровни И Рассчитываем Торговую Позицию При Открытии Закрытии Сделки То есть Соотношение Стоп Лосса К Тейк Профиту Это Понятно Таким Образом Готовая Торговая Система Включает Хорошо Разработанные Понятия Торговые Правила Открытия Закрытия Позиции Торговые Правила Определения Времени Таймфрейм Открытия Позиции И Закрытия Позиции Определение Стоп Лоссовых Тейк Профитных Уровней Я Предпочитаю Пользоваться Историческими Данными Для более Четкого Определения И Размера Лота Возможных Убытков И Возможной Прибыли Сейчас Я снова Перехожу К Торговому Терминалу Шаблоном Включаю Именно Торговую Систему На примере Пар Евро И Уэсд Переходя На Различные Таймфреймы Суточный Таймфрейм Видно Что Сигнал На Покупку По Индикаторам Совершается Из Зоны Перепроданности То есть Минус Слой Показания Индикатора До Возможность Следующей Ценовой Зоны Но Видно Что Индикатор Не Сформировал Прежнего Хай То есть Ситуация Флетовая Таким Образом На Судочном Таймфрейме Видно Начало Образования Золотого Христа На Покупку Цена Плавно Снижалась До Прежнего Ценового Уровня Индикаторы Все чаще И чаще Сигналили О том Что Возможен Скорый Разворот Рынка То есть Здесь Можно Было Заходить По Короткой Много Раз Сформированы Так Называем Золотой Крест На Этом Примере На Суточном Графике Видно Что Цена Формирует Все Более Низкий Лоу Индикатор Первый Раз Подал Сигнал На Покупку Пересечения По Таймфрейму Дейли То есть Подготовка Рынка К развороту Но Каждый Раз Цена Формировала Все более Низкий Лоу Таким Образом Эта Позиция Аккуратность Именно Торговли То Эту Позицию Надо Было Держать Очень Долго В случае Покупки При Первом Сигнале Первое Пересечение Хотя Цена На самом Деле Снижалась То здесь Потеря Была Возможна В Больших Средствах Разница По Лоу При Первом Сигнале На Покупку 1.30 0.9 И 1.27 50 То есть Это Целых 250 Пунктов Очень Большая Позиция Таким Образом К любой Торговой Системе Необходимо Относиться С осторожностью Почему Потому что Торговая Система Если Трейдер Наход С Вражи То есть Торгуют Уже Просто Механически Не Анализируя Уподобляется Механической Торговой Системе То Здесь Очень Велика Возможность Потери Депозита Это Так Называемая Скрытая Дивергенция Первое Пересечение И Продолжение Снижения Рынка Формирование Все более Низких Лоу И Все более Низких Хай Хотя Индикаторы Говорят О Возможности Открытия Позиции На покупку Таким Образом Любая Торговая Система Требует Думчивого Подхода Пошли Первые Сигналы На Покупку Но В этом Случае Очень Велика Вероятность Потери Депозита Поэтому Нужно С учетом Вложенных Таймфреймов Переключаться Для Более Правильного Открытия Позиции На Меньшие Таймфреймы И Уже Анализируя Рынок Открывать Или Закрывать Сделку То есть Вот Формирование Так называемого Золотого Креста На Примере На Тридцатках Я Переключусь На Пятнашки И Тут Также Будет Видно Что Это Индикаторы Выходят Из Цена На 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 Тихоокеанской И Азиатской Европейские Сессии Совершила Размах Рейндж И Цена Снова Вошла Во Флотовую Зону То есть Вот Формирование Так называемого Золотого Креста Первый Сигнал На Покуп Вот Он Ход Цены В этом Случае 28 Пунктов Поэтому Если Вопросы Именно По Торговой Системе По Формированию Золотого Креста Который Может Быть Определен По Стандартным Индикаторам Торговой Платформы Или По Модифицированным Индикаторам Торговой Платформы То есть Каждый Раз Еще раз Подчеркиваю Трейдер Должен Четко Анализировать Собственную Позицию Риск Потери Приобретения И Так называемый Рисковый Капитал То есть Принесет ли Ему Открываемая Сделка Лоз Или Профит Прошу Задавать Более Конкретные Вопросы Гораздо Интереснее Отвечать Общие Понятия Торговой Системы Я Рассмотрел Индикаторы Торговой Системы Легко Поддаются Модификации Трейдерам Навыков Программиста Здесь практически Не надо Прошу Задавать Вопросы Итак Продолжим То есть Надо сказать Что Непосредственно На этом Вебинаре Я совершил Переход Общих Понятий Построения Торговых Систем Индикаторов Чтению Индикаторов К самому Пониманию Торговой Системы И демонстрации Как по Торговой Системе Совершается И анализ Цены И анализ Рынка И какие Фигуры Графическая Торговля Торгуем Не цену А вид Цены И Была Сформирована Таким Образом Торговая Система Золотой Крест То есть Это Непосредственно Практические Вебинары До Конца Мая Месяца Которые Буду Проводить Именно По Торговой Системе Золотой Крест Если Вопросов Нет Я Немного Повторюсь На демонстрации Именно Презентации Слайдов И К следующему Вебинару На Котором Буду Рассматривать И Проведение Аналитики Новостной Режим Анализ Новостей Поступающих Как в Терминал Так И На Различные Новостные Сайты Анализ Самой Цены Графическая Торговля Формирование Ценой Тех Или Иных Фигур Локальные Экстремумы Психологию Открытия Закрытия Позиции Управление Капиталом То есть К полной Торговой Системе Которая Является Аналитической Торговой Системой То есть Принятие Трейдером Решения На Открытие Закрытие Позиции Прошу Задавать Вопросы По Сегодняшнему Вебинару Значит Здесь На графике С ценой На графике С ценой Я Немного Увеличу Покажу Терминал Это Все Мувинги Аллигатор Параболик Это Также Мувинг Но В другом Виде Представлен И Модифицированный Запаздывающий Мувинг То есть Это Стандартные Индикаторы Собранные В торговую Систему Параболик Сар Выдает Сигнал В случае Если Последующий Бар Не формирует Хай Он дает Сигнал По Законченному Таймфрейму О том Что Образовалась Позиция На Продажу И Показывает Кстати Еще И Уровень Возможного Стоп Лоса То есть Если Вы На Хай Решаете Открыть Сделку На Покупку Предполагая Что Цена Пройдет Еще Выше То Стоп Лосовую Позицию Надо Ставить По Формированию Красной Точки Так Называемые Ценовые Уровни Также И Тейковую Позицию То есть Красным Цветом Параболик Сар Показывает О том Что Начались Продажи Определяет Уровень Продаж И При Развороте Тренда Ставить Зеленую Точку Именно Параболик Сар О том Что Появилась Возможность На Покупку Значит В этой Системе Тренды Тренд Это Движение Цены Флет Это Формирование Ценового Уровня Тренд И Окончание Тренда Определяется Для Более Аккуратной Торговли По Прежним Экстримам Цены High Или Low При Входе В так Называемую Флетовую Зону Которая Рассчитывается На Разных Таймфреймах Трейдер Уже Самостоятельно Принимает Решение Об Открытии Или Закрытии Позиции То есть В этой Системе Тренды Рассчитываются На Разных Таймфреймах Индикаторы Позволяют Определять Состояние Рынка По Дивергенциям Конвергенциям И Ближайшим Ценовым Уровням Еще раз Подчеркиваю Что Прежде всего Это Торговая Система Аналитическая Торговая Система Относится Система Графической Торговли То есть Торгуем Не Саму Цену А Вид Цены То есть Ценовые Уровни И Рассчитываем Возможную Прибыль Или Убытки Волновым Анализом Я Практически Не Пользуюсь Слишком Много Правил Правил Часто Взаимо Исключающих Друг Друга И Предпочитаю Более Простую Торговую Систему Которая Собрана На Практически Стандартных Индикаторах МТ4 Вопросы Еще Будут Ну В принципе Волновой Анализ Я Еще раз Про Волновой Анализ Я Предпочитаю Рассматривать Цену По Волнам Вульфа А Не По Волновому Анализу То есть Волны Вульфа Более Простая Система Выяснения Формирования Ценой Тех Или Иных Волн Более Простая К Пониманию И Изучению То есть Практически Понятие Торговая Система Золотой Крест В ней Собрано Примерно 4-5 Рабочих Проверенных Торговых Систем Торговых Систем Проверенных На Различном Сочетании Индикаторов Порядка 10-12 Индикаторов Эти Индикаторы Для Более Быстрой Работы Терминала Были Собраны Примерно В 3-4 Индикатора Я Их Ставлю Шаблоном И Применяю Практически Для Анализа На Любом Таймфрейме Состояние Рынка Новостной Режим Также Анализируется По правилам Торговой Системы И Фундаментальные Данные Подтвержденные Наличием Тренда Или Флэта Всегда Являются Подтверждением Для Открытия Или Закрытия Позиции Или Воздержание Трейдерам Открытия Какой бы то ни было Позиции Ну поскольку Я Практически Торгую То Локальные Экстремумы Иногда Я Предпочитаю Находиться Вне Рынка Иногда Совершаю Очень много Сделок В течение Или торговой Сессии Или полного Рабочего Цикла Это один День Но Стараюсь Всегда Позиции Закрывать К окончанию Торгового Периода То есть Пятидневка В последнюю Пятницу Торгового Месяца Я Предпочитаю Находиться Вне рынка Поскольку Если Трейдер Работает С Производными Инструментами Контракта На разницу То Очень часто В последнюю Пятницу Каждого Месяца Происходит Так называемый Перерасчет Контрактов Экспирация Контракта И для этого Нужно Четко Знать Какие Торговые Инструменты Предлагает Брокер Диллинговый Центр И когда Эти Инструменты Меняются На следующий Инструмент И Очень часто При закрытии Контракта Позиции Возможны Только Лишь На закрытие Закрытие Брокер Может Произвести При Смене Контракта По Одному И тому же Инструменту Значит Поскольку Еще раз Повторюсь Цена Имеет Исторически Доказанные Ценовые Уровни High Low Flat То Трейдер Определяет Нахождение Цены Или На локальных Экстремумах Экстремумах Это High Или Low Или Флетовую Зону То есть Там Где Цена Начинает Формировать Новый Тренд Который Может Быть Закончен К Определенным На историческом Промежутке Данным По High Экстремум High Или По Low Также Экстремум Пацаны Благодарю За внимание Удачи В торговле Продолжение следует... Продолжение следует...